Вообще, что хочется сказать, что основные направления подготовки помещений в посткормативный период должны у нас состоять из двух направлений. Это первое, о чем очень много говорится, это снижение содержания вируса в воздухе и на поверхности. И тут очень важно понимать, что не должно быть цели создать каких-то сверхстерильных условий, чистой зоны в офисе и так далее. И что человек все равно будет встречаться с вирусами и встречаться с вирусами в повседневной жизни и в офисах в том числе. И вообще, в принципе, для того, чтобы заразиться, человеку нужно не того, чтобы один вирус, один вирион попал в организм. А вот по имеющимся данным, это порядка ста или даже тысячи вирионов должны попасть в организм. И когда доза это достигает наших дыхательных путей, тогда уже несколько клеток могут внедряться в организм и запускаться процессы размножения вирусов и так далее. И тут очень важно понимать, что основная наша задача состоит в том, чтобы и снизить концентрацию вот этих вот вирусов, погружающих нас в среде, и в то же время создать условия окружающей среды, которые помогут нам защищаться от воздействия вирусов, поддерживать наш иммунитет и способствовать защитным функциям организма. Ну, прежде всего, какие процессы у нас происходят? Согласно имеющимся данным, вирус коронавируса было подсчитано, сколько по продолжительности он находится в среде, в той или иной среде. Так вот, согласно исследованиям, в воздухе он находится примерно порядка трех часов, а в то же время на поверхностях он может содержаться до нескольких суток. И в том числе на пластиковых поверхностях он содержится больше всего по времени. И, зная механизмы распространения вирусов в пространстве, он относится к воздушно-капельным. И согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, надо сосредоточиться, что именно на защите от капельного воздействия, то есть от крупных частичек. То есть сами по себе вирусы, они микроскопические, но они находятся в крупных достаточно каплях. Эти крупные капли оседают где-то на расстоянии метр-два от человека, и продолжительность их нахождения в воздухе, она достаточно небольшая. То есть самые крупные капли, которые возникают в тихании, при разговоре, они буквально на метр и в течение пяти секунд оседают. Более мелкие, они могут разлетаться на два метра, и в то же время процессы, которые происходят в воздухе, могут способствовать тому, что эти капли будут испаряться и разноситься таким образом на более дальние расстояния. То есть самые дальние расстояния – это способности для аэрозолей порядка 10-5 микрон. Вообще сами по себе частички капли, капли именно, они могут находиться в воздухе в таком состоянии вообще на протяжении нескольких часов или даже сутки могут находиться, пока не испарятся полностью. Но что касается исследований непосредственно по вирусу, опять-таки из имеющихся на сегодняшний момент, в воздухе вирус живет примерно три часа. И вот эти основополагающие моменты нужно учитывать при планировании системы очистки помещения и подготовки условий для выхода сотрудников. Что тут необходимо сказать? Что в первую очередь нужно сосредоточиться на оценке системы вентиляции воздуха. То есть самая главная задача – это подача, постоянный приток свежего воздуха, свежего атмосферного чистого воздуха. То есть надо проанализировать именно среднократность воздухообмена в помещении, то есть то, сколько раз за час воздух меняется в помещении. Следующий не менее важный момент – это, собственно, проанализировать места расположения точек забора воздуха и выброса вытяженной вентиляции. К сожалению, очень часто бывают ошибки монтажа систем вентиляции. И в нашей практике были случаи, когда забор воздуха происходил практически из зон курения и мест, где постоянно находятся люди. Вот сейчас это надо проанализировать и с учетом вот этих вот данных предусмотреть при необходимости либо системы очистки вентиляционного воздуха, либо изменения системы точек выпуска вытяжной вентиляции. Потом следующее, на что важно обратить внимание, это то, как минимизировать риск повторного загрязнения воздуха. То есть, как я уже сказала, сами частички в себе, они достаточно крупные и достаточно быстро оседают. То есть большая концентрация будет иметься не в воздухе, а непосредственно на поверхности. И очень важно обеспечить, чтобы эти частички не поднимались, чтобы эти частички не разносились в соседние помещения. Здесь используются и дезинфицирующие средства, и так называемые дезинфицирующие коврики, дезинфицирующие средства, которые препятствуют переносу в соседние помещения. Кроме того, важно организовать систему анализа воздушных потоков в помещении. То есть, к примеру, когда имеются достаточно большие помещения, open space или еще что-то, нужно избегать больших турбулентных потоков, сквозняков, способных разносить частички по всему помещению с достаточно высокой скоростью. То есть тут нужно проанализировать, чтобы как можно больше локализовать зоны распространения аэрозолей. Аэрозоли, как я уже сказала, это вот самые долго находящиеся в воздухе формы нахождения вирусов. И тут важно оценивать еще, каким образом в санузлах организована система, к примеру, сушки. Потому что зачастую невозможно полностью очистить руки, к примеру, при помощи мыла. И если имеются заболевшие, то осуществляя сушку воздуха, воздухом, воздушными потоками, мы тем самым получаем то, что этот воздушный поток разносит частицы по всему санузлу. И, безусловно, качественная организация дезинфекции. То есть периодическая организация дезинфекции различных как поверхностей, так и воздушной среды. И минимизация контакта между различными группами. Но, как я уже сказала, что самое важное, это обеспечивать не столько даже санитарные, стопроцентную защиту помещения от проникновения вируса, сколько создать и на работе, и у себя дома факторы, которые будут поддерживать защитные функции организма. Вообще, в принципе, вся наша защитная функция организма, весь наш иммунитет строится на основополагающих вещах. Это то, какая у нас окружающая среда, качество воздуха, условия микроклимата, влияние электромагнитных полей и так далее. Это наша физическая активность и качество питания. Ну и, соответственно, плюс еще генетика. Но на нее уже, к сожалению, вряд ли мы можем повлиять. И, исходя из этих факторов, организм либо справляется с вирусами в легкой форме, либо приобретают достаточно сложную форму. Вот рассмотрим несколько параметров. Например, микроклимат. Говоря о микроклимате, в первую очередь следует отметить влажность воздуха. Влажность воздуха, низкая влажность воздуха, приводит к пересушиванию слизистых оболочек. И, как результат, снижается защитная функция нашего организма. То есть вообще, в принципе, слизистые оболочки обладают мукоцеллярным механизмом защиты. То есть не дают просто-напросто вирусам, бактериям и так далее проникнуть в организм. Так вот, снижение влажности воздуха и пересушение влажности слизистых оболочек снижает эту защитную функцию организма и тем самым способствует проникровению даже крупных капель, содержащих вирусы, бактерии, токсины и так далее. Второе – это когда влажность воздуха снижается, у нас способность частичек аэрозоля испаряться, она значительно увеличивается. То есть частички становятся более маленькими и способны дальше распространяться, у них меньше скорость оседания. То есть здесь имеются данные по результатам исследований, сколько по времени оседают частички размером 100 микрон при различной влажности. И видно, что скорость оседания отличается в разы. Таким образом, сухой воздух способствует большему распространению. К примеру, вирус гриппа был достаточно хорошо изучен. К сожалению, по коронавирусу таких детальных исследований на сегодняшний момент нет. Но один из вариантов, почему сезонность распространения вируса гриппа и других вирусов, таких сезонных наших, его связывает именно с влажностью воздуха. Поскольку именно при влажности воздуха, соответствующей 50%, она считается наиболее губительной, грубо говоря, и наиболее препятствующей для распространения вируса гриппа. Но в то же время чрезмерное увлажнение, чрезмерное увеличение влажности, оно тоже может иметь неблагоприятные последствия. В частности, как фактор развития плесени. То есть, когда три момента сходятся вместе, то есть высокая влажность, оптимальная температура воздуха и недостаточная вентиляция, все это создает идеальные условия для роста колоний спор плесневых грибов. А это очень сильный фактор с точки зрения воздействия на нашу дыхательную систему. То есть, люди очень часто ощущают именно воздействие бронхиальной астмы. Как вы знаете, что именно люди с легочными бронхиальными симптомами наиболее подвержены воздействию коронавируса. В последнее время очень много говорится о том, как повлияет использование кондиционеров на период такой вот посткарантинный. При использовании кондиционеров нужно быть предельно внимательными. Во-первых, нужно понимать, что кондиционеры не обеспечивают приток свежего воздуха. А когда воздух у нас достаточно прохладный, комфортный с точки зрения технического такого комфорта, это меньше стимулирует проветривание помещений. И если естественной вентиляции, принудительной вентиляции недостаточно, то, включая кондиционер, люди, немножечко такой эффект оптимальных условий микроклимата. На самом деле это не так. Плюс кондиционер осушает воздух. А мы, как уже я сказала, это неблагоприятно воздействовать. И, наконец, надо понимать, что фильтр кондиционера не защищает от... не обеспечивает стопроцентную защиту от пирососа. И к чему это может привести? То есть частички попадают на фильтр, а затем разносятся по всему помещению, поскольку скорость движения воздуха из кондиционера гораздо выше, чем скорости, которые стандартно наблюдаются в офисном пространстве. И вот, вроде бы, казалось бы, факторы некоторые вообще никак не связаны, как они могут повлиять на развитие коронавируса, на наш иммунитет, например, как может повлиять виброакустика. Но, тем не менее, исследования показывают, что шум, тот же шум, он имеет помимо прямого влияния, также и непрямой пульс. То есть это данные выводы Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в рекомендации по контролю за уровнем шума. То есть и при непрямом пути, особенно когда длительное воздействие высоких уровней шума, особенно когда это происходит, когда человек спит, то есть даже не в офисе, а в живой среде, приводят к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и в первую очередь возникновения гипертонических болезней. Опять-таки, увеличение уровня шума в ночное время на 10 дБ на 18% повышает риск развития гипертонической болезни. А возвращаясь к теме коронавируса, именно людям, страдающим гипертоническими заболеваниями, они попадают в особую зону риска. И вот так вот можно рассказать про каждый из факторов, каким образом он складывает наш иммунитет, каким образом он влияет и как, оптимизируя вот эти условия окружающей нашей среды, можно повлиять на состояние нашего здоровья. То есть в 1982 году Всемирная организация здравоохранения предложила термин синдрома больного здания. То есть это когда люди, приходя в какое-либо помещение, начинают хуже себя чувствовать без каких-либо других внешних симптомов. Но в противовес синдрома больного здания существует также теперь понятие, как healthy space, то есть здоровое здание. То есть те условия, которые даже если помещение находится в не самых благоприятных внешних условиях окружающей среды, оно как минимизирует это внешнее воздействие и способствует внутренним защитным функциям организма.